всем всем добрый день опять мы в эфире опять стив дудник и опять неприятные новости что поделаешь привыкли приносить неприятные новости людям даже неприятные новости есть такая ситуация как сет это значит но неприятная она помните мы вели разговор о том что полицию просто как они машину поставили не проехать не пройти ужас какой-то что полицию просто сдали сдали везде во всех штатах они дают работать нью-йорке услышали что вообще дают лишние дела кстати еще одну информацию о нью-йорке я узнал очень интересно оказывается если ты потерпевший в каком-то уголовном деле и ты написал заявление на то чтобы было расследование тебя грабили тебя избили или что-то еще то есть такой закон теперь новый подписанный деблазию я не знаю что не новый но подписанный деблазию только об этом узнал что адвокат обвиняемой стороны имеет право получить личные данные свидетелей его фотографию и его адрес ее допустим за этот человек занимался ограблением да и вот он ограбил допустим 6 7 8 10 человек и вот прокуратура против него ведет обвинения и прокуратура обязана адвокату обвини адвокату человека который сделать и преступления отдать полностью всю информацию о свидетелях включая их не адреса и и представляете что после этого будет происходить что эти вот эти бандиты эти генстеры они будут знать конечно адвока они будут через своих адвокатов знать где живут потерпевшие и они будут на них просто давить это просто какой-то советский союз назад что не защищает свидетеля и потом человек который допустим подал обвинение за избиение на что-то еще он просто будет идти вечером домой его или ударят или побьют или ударят ножом или испугают и он просто откажется от своих обвинений вот такие вот вещи я сейчас хочу сказать не об этом мне сегодня очень интересную информацию получил позвонил мне мой друг мой хороший друг он американец а с ним дружу давно он специальная ген холм на инсеки реки ну как вообще там работал так они были все шерифами память каунте потом когда вот начали все эти террористические акты на на леван что сделали они взяли одно из подозрений вот отправили на этот на обучение и они стали онлайн-секюрити окей и они теперь каждым шерифов все и свое произведение хомлайн-секюрити вот очень хороший парень мы очень много лет работали он занимался работа в отделе антитеррора и вот он мне звонит сегодня гости в гитаре ты знаешь это мой новый номер дать ягод увольняйся я ухожу на это я ухожу на пенсию какая пенсия ты еще молодой ты сюда пенсию пару лет ну у него же выставка лет прошла он говорит да у нас очень многие ребята увольняются готова мы больше не можем видеть на отношения правительства отношения полностью к нам отношения все что происходит вот я хочу уволиться до выборов его почему пускай дал ему майк его я хочу его имя назвать бумага почему до выборов об этом потому что говорит сейчас начнутся выборы если выиграет трамп эти все протесты которые против трампа такое устроит что просто я не хочу в это время работы полицейскими не хочу попасть под какую-то раздачу и поэтому сейчас мы все уходим на пенсию у нас где департаменте на пенсию уходит помочь 10 10 хороших агентов 10 профессиональных людей которые много лет не занимаются потому что полицейские поняли что и государство не охраняет им уже после неинтересно жарко и мне интересно уже рисковать своей жизнью вот что происходит и это очень с это очень неприятно вот что если мы там себя чувствами защищены когда полицейские чувствуют незащищенными то очень это неприятно вот вот что хотел сказать так вот новость очень-очень неприятно то что я сегодня узнал от него еще меня пару друзей они тоже уходят все уходят выход на пенсию кто может те кто не могут не продолжать работать еще не время не подошло но они не очень как бы и хотят теперь работать по всей этой ситуации они пытаются все знаете потише быть вот и кстати я разгар спал ребятами из метродейт и из майами они пытаются трафики не дедом пытаются диуане делать попытаемся вообще теперь не лезть на какой же он чтобы не было никаких проблем у нас вот вот что хотел сказать да сегодня вечером в 8 часов вечера я специально еду к сэму барбакова домой мы с ним будем сегодня проводить совместное видео по поводу салда фэнсинга по поводу тренировки с оружием по поводу как это делать лицензии очень много вопросов каких штатах как это происходит им сегодня готовьте ваши вопросы это вот 8 часов по истам тайма вам канале дженал мистегейшн эдинс и вот и мы будем делать вот эти вот видео поводу всего этого вот все что я хотел вас донести берегите себя у нас уфо в джилай будьте пожалуйста очень осторожны это очень великий праздник это праздник наш праздник праздник свободы и независимости но как я говорил на прошлом виде на позапрошлом виде будьте будьте очень осторожны и потому что не дабы будут какие-то провокации все большое всем спасибо до свидания до вечера кому-то интересно 8 часов вечера я сам барбекоп мы выходим на прямое видео и мы сможем задавать вопросы в прямом эфире все об оружии полностью от лицензии до применения до тренировок и все что можно было об этом рассказать кстати у меня есть группа закон и порядок сша это это отдельная группа которая была тоже открытая паблик я сегодня сегодня эту группу закрою она будет правиль группа потому что многие люди стали жаловаться и писать и они боятся высказываться в открытой группе потому что некоторые боятся за свою работу некоторые боятся что родственники об этом узнают вот настолько людей запугались что они даже на фейсбуке боятся какие-то лишние слова сказать потому что они боятся потерять работу вот так вот между прочим поэтому я за какую-то группу это будет править и люди смогут там высказываться и говорить все что они хотят большое всем спасибо до свидания